Повторюсь, то есть везет не каждому, но это как дофамин, ну это как ломка, то есть хобби такое, как вот знаешь, ты никогда не знаешь, что найдешь. Очень много людей сейчас копает и так далее, ну мне лично кажется, что люди уже все, что можно было, давно нашли, то есть насколько это правда, потому что, допустим, еще лет 50-100 назад, типа, явно никто не ходил, вот так как мы с металлоискателями не искали, и в земле больше зарытого всего было. Но тут штука в том, что ваш клад, твой клад, именно никто не найдет, очень много факторов влияет, очень есть, потом корчуют лес, постоянно переворачивают, перепахивают поле, поэтому, ну то есть, если суждено найти, то человек найдет, то есть ваш клад, как я всегда говорю по исковикам, комрадам, что ваш клад от вас никогда не уйдет, вот, если суждено вам найти, вы найдете, вот, нельзя сказать, что вот все выбито, я думаю, что вот и... Да найдем сегодня, обязательно найдем монет. Да, было сколько случаев, что сотни тысячи поисковиков проходят по полю, по перспективному, где стояло там всего, и там 101-й, вот недавно там, под Житомиром, нашли золотую чешуйку наградную, видел? Да, так это, а в Донецкой области, когда мы копали, тоже перепахали поле, на нем копали с 9-го года. Да, с 2009-го. Находили по 100 монет, приехали, там такой лох стоял, дочь Петрова, все перепахали, и каждый по 40-50 монет поднимал. Именно чешуя к мелке? Именно мелких чешуях, а потом известия прошло, что нашли золотую, и она уже стоила в Славе, сколько там, то ли за 120, то ли за 115 тысяч продали, такую маленькую... Ничего себе. Наградная чешуя, она пользовалась именно во время, до Петровской Руси, ее вручали именно как награду, она зачастую с дырочкой. А сейчас такую же самую под Житомиром, вот тут у вас подняли, ребята, тоже, вот буквально позавчера. Поэтому, ну и она стоит, сколько она стоит? Ну, я думаю, что тоже вроде не стоит. Полторы долларов. Ну, это редкость, 24-й. Ну, опять, тут надо смотреть еще по гурту, да? То есть, это из тиража, там был маленький тираж, то есть... Офигеть. Вот так вот, я же... Эти монеты надо хорошо разбираться, там куча разновидностей, разный там вид... Перечекана, на Чекана. А данная монета какую-то ценность несет? Конечно. Ну, конечно, несет. Какие-то там свои долларов 5, она точно стоит. От 5 и выше. Тут надо смотреть по стемпелям, по вот этим всем вещам. Тут вот герб раннего советского союза. И сохран, сохран, тут песочный сохран, видишь? Обалдеть, ну в онлайне. Только вышел. Ну, давайте копаем. Вот только от машины отстроился и вперед. Друзья, даже не успел для вас снять, как я копал эту монетку, 83 сигнал, по-моему. 83 VDI. И треха. И трешка выскочила. Сохрана вообще в песне. Ну, так это же лесной, да. Пацаны, Леня красавчик. Только отошел от машины. Так это класс. Первый сигнал. 30 секунд и все. И первый монетоз. Поздравляю. Офигеть, просто. Ну, друзья. Да, неожиданно. Ну, идем дальше. Вот, друзья, такой компанией приехали на коп. Илюха, Алексей Санков и Сергей Трейсер. Блогер из Житомира, известный. Друзья, и вот первая находочка была. Я в шоке. Ищем дальше. Друзья, вот такая интересная монетка попалась. По запросу 3 копейки 24 года в проданных лотах нам выдает вот такие результаты. Интересно посмотреть стоимость. Видим кучкой 50 гривен, 30, 170 уже, 190. Все зависит от сохрана и от штемпеля. Друзья, на сайте Виолити вы можете зайти и посмотреть, так же, как и я, свои находки. Так же можете зарегистрироваться и продавать находки, покупать. Все сделки безопасны, так как действует система рейтинга. Друзья, заходим на сайт Виолити и канал Виолити. Все ссылки в описании к этому видео. А мы продолжаем копать. Я отойти, я решил тут такие тренировочные майки сделать. Смотрите, сразу сигнал есть какой-то. Вот здесь, походу. Я так понимаю, где-то вот здесь. Активней, влево-право. Активней, говори, все, ваги. Да, походу, ничего не выкопал. Вот туда, вот туда будешь. Правее. Мне кажется, вот здесь. Держи пинпоинтер для точного определения. А я руками копаю, без пина. Потому что пинпоинтер это читерство. Не прочувствуешь всю силу земли. Тыкай в землю. В землю тыкай прям его. Правее. Это на лопату может быть. Да, на лопату. Вот здесь и копни. Вот здесь. Сейчас, да, прибором. Влево-право, влево-право. Это на лопату. Где-то вот тут. Да, где-то тут. И уже пином можно... Вот она. Вот она твоя первая находка. Там даже можно прочитать. Наверное, будет... Житомир. Это отводки, походу. Да. Это самая частая находка поисковика. Так, я надеялся, что золотую монету. Минимум раз пять больше найду. И еще, ребята. Это всего лишь первая. Но тут еще рядом сигнал был. Никто не знает, как поисковики, сколько в СССР бухали. Реально. Просто. Будет очень множество пробок, но... Покажи. С глубины, что ли? Офига себе. Так. Там у нас еще есть один сигнал, но... О, серебруха. Тот же период, что и 3 копейки. 25-й год. 25-й год. Это та редкая, о которой ты говорил? Ну, относительно. Нет. Было бы 31-й, было бы круто. Это уже другой номинал. Но серебро приятно. Я серебро нашел. Круто. Либо он еще что-то найдет, и вообще нифига не найдет. Прозвони еще. Прозвони еще ямку. Так, я пошел, короче. Привез, господа. Выбейте все мне монеты. Все, вот. Мое хомбарное... Поздравляю. Не, шикарная монета. Ну, сохран такой же, как это, песочный. На самом деле, ребят, ну, мелочь, ну, такие эмоции. Первая находка. Ну, не считая, например, крышки от водки. Приятно, короче. Ну, тут чистое место. Попробуем в онлайне. Я же ждал тебя, просто не копал. Сейчас вытяну. Я могу тебя потом подгласывать, если хочешь, чтобы тебе удобнее было. Да, я привык. Ну, смотри, то, что я и говорил, видишь, 80, черная, четкая полочка. Ну, скорее всего. Да, может быть, и ложь какая-то алюминиевая. Кто же его знает. Да. Либо какая-то... Либо какая-то медяшка. Ну, так нельзя, да, так нельзя делать. Так можно повредить. О, все, уже. Смотри. А что это такое? А это от снаряда какой-то кусок. Ну, это цветной кусок. Ну, видишь, цельбой. Да, резьба вижу еще. Это не монета. Ну, бывает и такое оно, что делать. Нашим... Ложим в кабарницу, в шмурдячницу. Что за снаряд? Что, шеф? Это у тебя же как-нибудь. А, так это вот это оно... Куски моего снаряда. Давай. Понюхай. Да не, копай, копай, давай. Возьму прибор, понюхай. Давай. Давай, 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 давай. Давай, приезжайте. Попози, давай, Серегу езжу, подожди. Ну, такой же 83, это, наверное, кусочек того снаряда. Там четкий. Ну, у меня, видишь, не получилось. Шмурдяк мы тоже копаем. А у тебя, эта штука, из какого материала? Какой-то цветняк. А, ну, кинем, что это? Нет, другого цветного. Другой? Да. А, ну, проведи тут. А вот я смотрю, ты эту штуку забрал? Я забрал. Он на цену себе несет. Никакую, чтобы не засорять лес, да. И чтобы чистый. Мы чистим лес параллельно. Да, 83 сразу, 84. Тоже что-то большое. Смотри. Эхо войны. Тоже приходится копать, потому что может быть и награда какая-то, или еще что-нибудь. Илья тоже профессионал сейчас. Долго не будет выкапывать, быстренько. Так, я чувствую, ребята, после этого видоса я себе куплю... Вон лежит! Вон лежит большая. И перекопаю всю же Тамерскую область. Ни хрена себе. Это здоровая. Ты так? Нет. Подожди. Это что у нас? Это конь? Вот этот вот силуэт или нет? Ты так? Это конь. Да не видно ничего, надо до дома очистить. Не, не, а ну подожди. Или копейка. 1764 год. Нужно посочу. Держи, это 2 копеек. Это двушка. Да, двушка. Да, пятак больше. Монетный двор. Там, получается, вроде конь стоит. Похоже, да. Смотри, я сейчас расскажу, как она визуально выглядит. Вот тут Екатерина. Вот 1760. Давай я тебе потом скину ссылку и ты вставишь картинку. Да, потому что реально уже чуть-чуть изображение. Там не видно, да. Вот смотри, еще видишь, она тонкая. Скорее всего, это перечекан. Перечекан с какой-то другой монеты. Там был дефицит меди в те времена, в принципе. Вышел на дорогу, хожу по дороге. И сигнальчик. Так, встану от солнца. Сигнальчик такой, 70. Сначала не копал, но сейчас стал лучше. 76. Ну, тоже гадограф не сильно ровный, но может глубоко. Давно сигналов не было хороших. Попробую. Вообще не уверен, что это что-то хорошее. Прыгает гадограф. Много военных всяких кусочков попадается. Ага, во. Вот тебе и кусочек. Вилка. Алюмишечка. Ну, что, походный вариант. Укороченная. Вилка. Типа У. Укороченная. Ладно. Шмурдяк. Друзья, находка. Находка просто класс. Вот такая вот. Что это у нас? Золото, смотри. Золото, золото. Ходим. Вон Серега. Илья. И Леша. Дорогу выбивает. Я хожу сбоку. Ищем. Так, друзья. Высокий ВДА. Что-то есть. Шмурдяк какой-то. Ну, высокий ВДА. Ну, нечеткий. Опа. Шиповник. Так что, как надо будет? Это мы уже подходим к хатам. 75. Вроде нормальный сигнал. Если надо более просветительское, смотри. Когда вот шиповник, это 100%. Вот такой вот нормальный сигнал. Бывает. Алексей говорит, что мы уже приближаемся к хатам. Да, вот смотри. Сигнальчик. 100-500. Сейчас звук. Ну, 43 ровно стоит. Решил копнуть. Ну, копаю я, конечно, все. Решил заснять. Лопату уже был в сумму. Потом решил заснять. Так. Ну, здесь советские домики. Похоже. Вот и советские пробки. Ого. Что это? Коростышев, друзья. На канале Коростышевский копатель. Коростышевская пробка. Ооо, история. Коростышев. Винтзавод. Это я возьму. Даже не в шмурдяк. Вот такой вот. Интересно. Первый раз нахожу. Класс. Так, друзья. Сигнал 64. 65. Ну, конечно, так звучат пробки. Но это старое место. Я тут проволочки находил. И медные проволочки. И пуговицы. И гильзы. Так что, я тут копаю все сигналы. Так как сигналов не очень много, то... То что-то надо... Ой, на камеру, чтобы вам было интересно. Что-то есть. Шмурдяк какой-то. Поясок. Поясок от снаряда. Вот вам и гильзы. Вот вам и проволочки. Ладно, забираем. Друзья, все. Закончил коп. В принципе, что... Что нашел-то, вы видели. Идем уже к машине. На этом все. Такой коротенький коп. Ставим лайк и подписываемся, кто не подписан. Вот такая красота. Все. Всем пока. До следующего видео. Пока-пока. Пока-пока.